Каждый должен знать историю своей страны. С такой целью уже третий год в России проводится всеобщее тестирование на знания прошлого своей родины. С этого года тестирование приняло уже международный формат. Все регионы нашей страны и жители еще 40 стран в минувшую субботу смогли проверить знания по истории Российской Федерации. Приняли участие в этом мероприятии жители Славянского района. В 11.00 по московскому времени в аудитории Славянского сельскохозяйственного техникума 40 участников всеобщего тестирования по истории начали проверку знаний прошлого своей великой родины. В данном тесте можно принять участие как онлайн в интернете, так и прийти по факту здесь написать на бумаге. Уже с 0 часов была открыта регистрация и прохождение этого теста. И сегодня вот с 11 часов тест стартовал на данной площадке. По задумке организаторов принять участие в тесте могли все жители Российской Федерации и наши соотечественники, проживающие за рубежом, невзирая на возраст и образование. Цель акции – получить объективную информацию об уровне исторической грамотности населения, мотивировать жителей страны к изучению прошлого нашей Родины, а также привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и поддержания знаний людей в области истории. За 40 минут, которые отводятся на прохождение теста, ребятам предстояло ответить на 40 вопросов, которые были взяты из разных исторических периодов жизни страны, начиная с 882 года. В череде вопросов об исторических, военных и революционных событиях России были и вопросы на знание литературы, а также спортивной жизни страны. Составителями тестовых заданий выступили ученые Московского государственного университета имени Ломоносова. Вопросы, конечно, хороши для углубленного изучения истории. Они прекрасны, но все-таки я считаю, что для среднестатистического студента они слишком трудны. Но при этом, конечно, встречаются вопросы из школьной программы, которые проходили в школе. Здесь мы с ребятами учим и повторяем пройденный материал в школе. И поэтому на некоторые вопросы, я считаю, они очень простые, можно дать правильные ответы. По окончанию теста основные бланки ответов были сданы организаторам. А вторые бланки ребята, прошедшие тест, забрали с собой, чтобы пройти самопроверку на сайте gdkr.rf. Инициаторами и организаторами мероприятия выступает молодежный парламент при Государственной Думе. У нас эту работу курируют молодые депутаты Славянского района. Охват студентов, которые прошли этот тест, составил в этом году более 97 человек. И уровень знаний ребята показали такой же, как и в прошлом году. То есть более 80% опрошенных ответили на более 37 вопросов правильно из 40 возможных баллов. То есть они набрали 37-38 баллов. Затруднения у ребят вызвали вопрос. Это современная история и вопросы, связанные с культурой и искусством. Тестирование в районе проходило в трёх пунктах. На базе СХТ, а также в 25-й и 29-й школах Станиц Анастасиевской и Петровской. Как отметили организаторы, лучшие результаты показали учащиеся Анастасиевской школы. К сожалению, на все 40 вопросов ответ не дал никто из респондентов. Мария Климова, Георгий Калинин, программа События.